Братья-месяцы На Евтихии обычно загадывали об урожае гороха. Если день выдавался тихим, безветренным, то и урожай обещал быть богатым. Издревле на Руси горох почитался как символ плодородия, здоровья и долголетия. В одной из сказок царица глотает горошину, в результате чего у нее рождается сын-богатырь, покати горошек. Поэтому, желая молодым как можно больше детей, на деревенских свадьбах жениха и невесту часто хлистали гороховыми плетьми. Горох активно использовался в народной медицине. Им в основном лечили кожные заболевания. Чтобы избавить человека от бородавок, лишаев, мозолей и рожи, знахарь, читая специальный заговор, прикасался горошиной к пораженным участкам кожи. Потом такую горошину бросали в печь, навсегда избавляясь от болезни. В этот день примечали. На Евтихия день тихий к урожаю зерновых. Ерема пролетный ерится, ветром грозится, хоть не сея рано еровины. Еровое зерно, особенно овес и ячмень, семян не соберешь. С горохом в народе связаны следующие приметы и обычаи. Говорят, стручок с двенадцатью горошинами счастье и благополучие приносит. А если бросить его в повозку, можно лошадь на бегу остановить. Рассыпать горох к скорым слезам. Есть вдвоем из одного стручка к ссоре. Надо сказать, что горох очень вкусен. Наши предки знали множество блюд из гороха. Его ели битым, цеженным, тертым, пряженным, то есть жареным, чацким, копченым. Готовили из гороха похлебку, кисель, называемый сыть. Пекли пироги с гороховой начинкой. Из гороха делали даже сыр. Одним из любимых кушаний наших предков был зобанец, жидкая гороховая похлебка. Кстати, из гороховой муки в старину пекли особое печенье, которое называлось гороховины. Если же случался неурожай пшеницы или ржи, то в хлеб добавляли гороховую муку. Ко всему вышесказанному нужно добавить – горох еще и полезен. Это настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Его ценят за высокое содержание растительного белка, углеводов, аминокислот, повышающих работоспособность и снабжающих организм такой необходимой ему энергией. По количеству клетчатки овощ занимает одно из ведущих мест среди продуктов питания и благодаря этому значительно улучшает пищеварение, очищает кишечник от токсинов и шлаков. Антиоксиданты, содержащиеся в горохе, помогают человеческому организму избавиться от плохого холестерина, снижают вероятность развития злокачественных опухолей. За счет витаминов из группы В, которые содержатся в горохе, у человека нормализуется работа нервной системы и деятельность головного мозга. Ученые полагают, что ни один продукт в мире не богат ферментами так, как проростки злаковых и бобов. Это касается и пророщенного гороха, который при регулярном употреблении в пищу существенно улучшает общее состояние организма, способствует омоложению и улучшает состояние волос, ногтей и зубов. Так что богатого урожая гороха вам и будьте здоровы, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова